Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Как мы уже сказали, Эманс Брейдекс, директор платформы Монобал Салва, сегодня у нас в студии. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Ну, может быть, хотелось начать с нововведений ваших. Известно, что с февраля политическим партиям и коммерсантам за публикацию инициатив на вашей платформе будет необходимо платить. Я так понимаю, что до этого никакой платы не взымалось с них? С них была плата. А может быть, поподробнее об этом? Значит, ситуация такая уже несколько лет. Система такая, что мы поставили плату для политических партий и для предприятий, которые бы хотели что-то, иногда хотят что-то опубликовать у нас и использовать гражданские лобби, чтобы что-то достигнуть. Это им позволено, действительно. Но так как платформа все-таки существует на микропожертвованиях, значит, это ваши деньги, это ваши 0,5 евро, 2 евро. То позволять бесплатно партиям и предприятиям, у которых маркетинговое будет все-таки выше, чем у среднего гражданина, это все-таки как-то нечестно было бы. Поэтому плата была 1000 евро, но так как мы видим, что интерес с их стороны на самом деле за последние два года вырос, и на самом деле число пользователей в платформе выросло, а это значит, что растет и нужда к все больше и больше улучшениям по защите, по контролю качества и так далее. Так что да, мы передумали систему, как работать с предприятиями и партиями, и вот дошли до таких цифр, что большим партиям и большим предприятиям с 1 февраля будет плата за опубликацию гражданских инициатив в нашей платформе 4,9 тысяч евро. Это все еще на самом деле намного дешевле, чем делать свои маркетинговые компании на самом деле, так что это все еще для них, для их бюджета все еще недорого. Но в то же время для гражданинов все как было, так и остается бесплатно, опубликовать инициативу это бесплатно, голосовать это бесплатно. Мы существуем на добровольные микропожертвования, самое популярное это 0,5 евро, но и даже авторам это не обязательно платить, то есть платы нет. Но да, мы просим пожертвования после каждого случая голосования, но это все еще добровольно, если вы не способны или не хотите пожертвовать, то действительно это вам не обязательно, вы можете это не делать. Но в то же время у нас, например, в прошлом году, в 2019 году, мы еще не подсчитали на самом деле, но приблизительно 15 тысяч уникальных пожертвователей. Число пожертвователей и пожертвований растет с каждым годом, и это значит, что у нас удается доказать, что это того стоит, что этот механизм, он достигает результатов, так как на сегодняшний день это уже 32 измененных законов, включая уже конституционный уровень из 48, которые достигли финального голосования в парламенте, значит у нас 65 где-то, 65 процентов результативности, что, насколько мы знаем, все еще самая высокая результативность в мире в таком механизме. Так что то, что вот, например, простой человек без знания политики, без знаний маркетинга, без бюджета для политического маркетинга может изменить закон, вот, например, закон про автоматическую выплату переоплаченных налогов. Это просто, так сказать, тетя в Бауске, которая изменила закон, что теперь автоматически переоплаченные налоги будут возвращаться. То есть это персона без политического знания, без партии, серьезно, мы у нее брали много разговоров и интервью, мы знаем, что она, ну, это не эксперт ни по законам, ни по налогам. Просто увидела несправедливость, которую она хотела исправить. Да, 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 так как данные по налогам уже у государства есть. Остается вопрос, а хочет ли государство автоматически возвращать налоги? Оказывается, через гражданские лобби, да, это возможно. Это один случай из 32, где простой человек может изменить не только малые вещи в своей стране, но, на самом деле, даже налоговые вопросы, которые очень тяжелые. Так, господин Брейдекс, ну вот по поводу гражданской инициативы понятно, это, в принципе, прямое назначение платформы. По поводу взымания с больших компаний, может быть, точно понятно, они лоббируют свои интересы. А что касается политики, вы сказали, что в последние два года возрос интерес публикации инициатив именно от политиков. Но зачем, если партии, допустим, представлены в Сейме, и они напрямую могут, допустим, вносить поправки к законам на обсуждение непосредственно без вот этого промежуточного шага? Либо речь идет о тех партиях, которые не прошли в Сейм. И, и. Расскажите, может быть, какие инициативы, да, кто из представленных в Сейме партии использует монобалс? Да, например, вот сейчас идет сборка подписей по инициативе закупки, чтобы усилять честность в госзакупках. И это продвигает ЕКП, ЕЛНО, концертовая партия, новая консерктивная партия. Они, соблюдая наши условия, они заплатили тысячу евро за это, то есть у них не было каких-то проблем. То есть есть партии, у которых бывают... А как вы думаете, зачем? Как вы думаете, для чего? Потому что у нас... Это коалиционная партия, нет никаких проблем. Они даже на правительстве сидели. Да, да, да. Понимаете, что демократия и все это, то есть это не только сила выборов, это тоже сила публики. И давление публики на политиков, это работает даже если ты один из коалиций. И в этом случае, да, наверняка эта партия считает, что не хватает внутрикоалиционных... Ресурсов, да. Да, то есть нету... Поддержки достаточной, да. А если от публики было бы давление, это улучшает их позицию. Дополнительный стимул, да. Так что это просто... То есть они могут прийти и сказать, что вот за нами стоит столько-то людей? Просто понимаете, что цифра 10 тысяч подписей, это... В других странах, конечно, тоже есть потенционные системы, но обычно 10 тысяч подписей для Латвии это 0,5% популяции. Это как процент, это большой процент на самом деле. В многих странах это ниже цифра. Так что ниже процент. Соотношение, да, числа жителей, граждан и необходимых подписей. А это значит, что ты можешь как политик проигнорировать одну интенсиву, другую, третью. А вот под четвертую, это уже становится и под пятую, и шестую, это уже политически токсично ее игнорировать. И ты уже не выигрываешь в выборах. То есть, да, ты можешь игнорировать до какого-то уровня, но просто эта цифра такая большая, что ты не можешь ее игнорировать. Поэтому и у нас есть очень большая результативность. Что да, нет 100% результативности, но это нигде нет, чтобы все бы удалось. А вот 65% это самая высокая результативность в мире. Так что я думаю, что ЕКП в этой ситуации... Естественные, кстати, из ныне находящихся партий в парламенте, кто пользуется платформой. Да, может быть, еще кто-то из партий. Так, без ЕКП из... Ну, все еще... Да, ну, прогрессиво собирают, но они не в парламенте. И латвийская, русская стоялка... Русский союз. Русский союз из Аджданаки тоже собирала, но уже не собирает, уже закончила. Это не в парламенте. Мне кажется, из парламентарских партий я сейчас не могу другие, которые вот актуальны, собирали не назвать. Но просто, да, этот механизм доступен для всех партий. Но если мы видим, что автор или... То есть, автор член партии, или он слишком уж близко стоит, и это понятно, что это связано, то да. А, вот, например, да, значит, была ситуация с отстрешкой по госбуджету, то есть, использование госбуджета для политической партии, то есть, давать больше денег политическим партиям, а госбуджет финансировать партии. То есть, автор не был член партии, но поддержать эту партию, например, КПВ, ну, бывший КПВ, Гобзимс, очень сильно поддержал. Так что там был вот этот... Сплеск. Сплеск, да, активности с этого политика. Но все еще то, что понятно, да, партии сами, они могут использовать напрямую тот уровень влияния, который у них уже есть, и пять депутатов все еще могут подать любой закон, вместе пять депутатов хватает, чтобы новый законопроект подать. Но если надо вот штыки из публики, то да, мы помогаем. То есть, каждые 24 часа в прессе, в медиях несколько, обычно, несколько публикаций про монобеллс контент по инициативам. Так что политики на это, конечно, обращают внимание. Они абсолютно считают, что это уже нормальная часть латвийской демократии. И да, игнорировать это перманентно просто невозможно. Так что, например, вот перед выбором для нас было, мы про это по личному не говорили, но нам было весело смотреть на предвыборные программы. Да, ну вот текст от Маневеллс, идея от Маневеллс. А используют политики для того, чтобы поставить... Серьезно? То есть, подождите, буквально копировали и вставляли в свои программы? Ну, конечно. Все партии в этом замешаны? Во-первых, мы не делали расследование, чтобы доказать, что все что-то использовали. Но, например, была партия, которая назвала «семь достигнутых работ». От них четырех были гражданские инициативы. Так что, ну, молодцы. А кто эта партия? Ну, да ладно. Мы сами найдем, хорошо, не будем называть. А скажите, но есть же много инициатив, которые касаются уровня самоуправления. Например, буквально недавние, по-моему, там Парсветки, МБС, Салута. То есть, ну, это касается уже, скажем, более низкого, если мы не говорим о каких-то. Здесь, насколько активность общества требуется, чтобы к этим мнениям прислушались? Потому что, ну, понятно, чтобы это стало законом, там требуется большое количество голосов. Но может ли на более низком уровне, скажем, какие-то инициативы, не требуют ли они меньшего количества там сбора голосов? Да, да. Обычно идет, мы с авторами разговариваем, сколько вы хотели бы достигнуть цифр, то есть, голосов. Но с муниципалитетами, с городами у нас все-таки, да, ситуация не такая хорошая, как с парламентом. То есть, отзывчивость городов ниже. Действительно ниже. Действительно ниже. И прислушиваться к гражданским мнениям, и боли, которые идут от того, они не очень-то хотят. Так что с парламентом удалось достигнуть уже систематичности, и что выслушивание действительно происходит, что дискуссии действительно происходят, что законы действительно происходят. А с городами мы все еще видим, что там не хватает. И обычная позиция от городских дум, это что, так как нам по закону не обязательно это рассматривать в более серьезном уровне, то мы это не будем делать. Все еще бывают случаи, когда есть выигрыш у гражданских инициатив в городном уровне, но эта цифра меньше, чем в парламенте, в национальном уровне. Так что даже я не могу так точно объяснить, почему так, потому что общество то же самое, все еще мы все здесь, мы все те же самые люди. Но все-таки, да... Вы сейчас разрабатываете более точечную систему Парун-Пред, которая как раз-таки занимается проблемами узкой специализации не национального масштаба, а, допустим, города, волоси. Будет и города, да. Да, да, будет и города. Значит, то, что мы... Мы уже 8 лет работаем, и, конечно, мы поняли, что гражданские инициативы, то есть идеи для потенциальных законов, это абсолютно не единственный способ, как люди хотят использовать дигитальные инструменты, чтобы влиять на свою страну. И 99% парламентарских законов это вне гражданских инициатив, конечно, что нормально. И вот, чтобы работать со всеми этими остальными законами и законопроектами, которые идут через парламент, мы разрабатываем все еще новую систему Parvipred.lv, она уже работает, это уже... Сейчас это идет третий прототип, который полностью функционирует и работает, и всем слушателям хотел бы сказать, пожалуйста, приходите и использовать. Значит, это система, где каждую неделю, когда есть законопроекты, которые идут в парламенте на второе, третье чтение, и мы можем их в упрощенном языке поставить на публичное голосование, вот эта система для этого и создана. Значит, это законопроекты, которые идут на уже более-менее финальное рассмотрение, то есть они уже более-менее готовы. Это еще не первоначальные, где еще все меняется в законопроекте, а уже более-менее формат и текст законопроекта уже кодифицирован, скажем так. Так что это публичный лобби на парламент, на партии. Эта система прозрачна, значит, идет публичное голосование. В четверг у нас планарная сессия в Сайме, и после планарной сессии мы можем сразу же, система показывает корреляции между вами и Саймой. То есть получается, что это как бы политический калькулятор, который работает не на обещания на будущее, но на самом деле он работает на реальные законопроекты. То есть в этой платформе нет ни одного будущего обещания, что мы будем делать так, и поэтому вот у вас корреляция с нами. Нет-нет-нет. Здесь все идет только законопроект, уже реальные работы. И в будущем мы разрабатываем, чтобы эта система работала и на уровень городов, и на уровень правительства. Значит, то, что нам важно, это то, что контент реальный, а не просто лирика на будущее, что голоса реальные, это значит, что только строгие, там нету троллей, это только строгая авторизация, это дигитальная подпись и идентификация с банками. Так что это реальные люди, это реальные голоса. Так что система уже работает, и она все еще улучшается, и новые функции приходят. Я бы хотел быстрее, но они приходят, то есть это связано с нашими ресурсами, так как наше базовое финансирование приходит от микропожертвований, то да, у нас никто не обещает, что в следующей неделе придет и опять пожертвует. Так что мы растем, но это в теме ресурсов. У меня вопрос, есть ли вопросы все-таки, которые не стоило бы выставлять на голосование, но то есть, которые требуют достаточно узких каких-то специальных знаний? Я имею в виду, ну вот когда было голосование по Брекситу, ну вот один из, я высказал такую очень интересную выставку, он говорит, слушайте, умнейшие люди страны, в принципе, может быть, сомневаются, стоят им вот выгоды. Может ли обычная домохозяйка решить, нужно ли выходить в стране из Евросоюза или нет, нужно ли давать ей такое право, если лучшие умы не еще не могут это решить? И он провел параллель, говорит, это все равно, что пассажиры Боинга будут голосовать, как управлять самолетом вместо пилота. Абсолютно, это очень хороший пункт, да. То, что мы считаем и говорим, и на что мы работаем, это то, что мы не строим утопию прямой демократии, мы улучшаем репрезентативную демократию с инструментами прямой демократии. В этом случае мы все еще не ставим все стопроцентные законы, которые идут через Сайму в платформе parvaprad.lv. Мы все еще смотрим, да, которые законы можно взять и по отдельности рассматривать. Например, если вы возьмете госбуджет, закон про государственный бюджет, то вы сразу поймете, что это не один вопрос, а там тысяча отдельных вопросов. То есть, закрывать вот одну, например, госпиталь, это связано с всеми остальными бюджетными вопросами. То есть, по отдельности вы можете рассмотреть, например, должен ли в Латвии быть закон про Davis-Bederlickombs. Да, партнерство. То есть, по отдельности вы можете это взять как вопрос, а вот бюджетные вопросы просто так, по отдельности, вы не очень-то можете. Это было бы даже неправильно это делать. Так что, да, смотреть, что можно поставить на публичное голосование, что не можно, мы на это смотрим очень тщательно. Тщательно, да. Но в то же время, то, что нам важно, это то, что с политической точки зрения идет диалог и разъяснение, почему, например, парламент голосует так, будет голосовать так или не так, и чтобы все-таки был диалог, который базирован на данных, нежели чем на эмоциях. Вот, например, если диалог с политиков идет в четверг после пленарной сессии, уже после того, как все злые в комментариях в Далфе, то это уже слишком поздно. Надо было перед этим говорить, что мы будем голосовать так, будет вот так. Поэтому, что вот аргументы такие. То есть, если диалог идет нормально и временно, вовремя, то скандалов меньше и доверие к парламенту и к политическим партиям тоже выше. Меньше, меньше, да. Так что, да. Это вот способ, как мы хотим улучшать свою страну, потому что средний гражданин и есть тот, который самый важный в этой стране. По поводу гражданских инициатив. В одном из своих интервью вы упомянули, хотел вас спросить о самых нелепых инициативах, что поступало, допустим, на портал, такое предложение создать снежный фонд, потому что не каждый год в Латвии выпадает снег. В этом году тоже. Давайте запасаться им заранее. Допустим, такая инициатива была отклонена. Может быть, есть еще такие подобные? Не опубликованы, да. Не опубликованы. А, не опубликованы, да. Значит, ситуация такая. Мы получаем инициативы, и они не автоматически сразу опубликуются. Это значит, что мы читаем каждую, мы говорим с авторами, и мы опубликуем только те инициативы, которые соответствуют нашими правилами платформы. У вас есть критерии, ряд критериев, да. Эти критерии публичны, все могут их читать, и мы и сами соблюдаем те критерии, которые мы написали. Эти критерии стоят неизмененные уже... Восемь лет? В принципе, да. В принципе, да. Единственное большое изменение, которое было год назад, мне кажется, после, наверное, выборов, да, это было то, что мы дополнили один пункт, что автор должен быть способен доказать, что информация в его инициативе не базируется на дезинформации. То есть она действительно правдива, да? Да, да, да. То есть мы дали себе право задавать дополнительные вопросы авторам, но все еще мы будем опубликовать инициативы, мы продолжаем опубликовать инициативы, если они нам персонально не нравятся. Если это идет под критериев, то все. И в этом случае, да, например, один из критериев – это то, что инициатива должна быть реалистична. Например, вот создавать снежный фонд автор не смог нам доказать. Какие еще были примеры подобных инициатив? Да, были и другие, конечно. Ну вот, например, разработка ядерного оружия, оружия для латвийской армии. Серьезно, да? Люди предлагали… Да, мы спросили, как это идет вместе с пунктами НАТО, то есть у нас все-таки есть пункты и по этим вопросам в Альянсе, и плюс, конечно, пожалуйста, докажите, что это реалистично по меркам нашего бюджета по защите. То есть это все-таки лимиты там есть, реалистичные цифровые лимиты. Автор не смог доказать, какие были бы финансовые последствия и реалистично ли это в рамках того бюджета, который у нас есть. Поэтому мы считали, что это не реалистичная идея и не опубликовали. Но в то же время, конечно, если автор может доказать и свою логику, и аргументы, и доказательства, то мы будем опубликовать. Продолжая буквально, как автор, допустим, доказал вам логику предложения объединить Ригу с Юрмалой сейчас, я так понимаю, в один город, и эта инициатива находится на платформе. Да, эта инициатива есть, она собирает подписи, то есть автор в этом случае не было противоречия с ядром Конституции. Да, то есть это не было противозаконной, скажем так, против Конституции. И с точки зрения региональной реформы, пока идет все еще дискуссия и не принят финальный закон, то в эти рамки все еще возможны какие-то хотя бы теоретичные изменения в региональной реформе. Но да, это не была самая скандалезная инициатива в нашей платформе. Могут ли быть какие-то инициативы, которые действительно могут рассмотрены как разжигание национальной розни? Предсто. Или вы вообще давление, может быть, когда вас просили убрать соответствующие органы какую-нибудь инициативу, что она вызывает слишком какой-то негативный резонанс в обществе? То есть, да, были несколько, действительно несколько, мало идей, которые фактически расистские. Да, расистские. Да, расистские. И такие, конечно, вы не найдете, потому что мы их не опубликовали. Но на самом деле их мало. И, то есть, мы не будем опубликовать ничего против ядра латвийской конституции, ничего против гражданских прав и против прав человека. И то, что нам... Мы довольны тем, что если 8 лет назад мы опубликовали 20-25% того, что мы получали, то сейчас приблизительно 35%, ну, до 40%, меньше 40% мы опубликаем. Это значит, что у нас удается, нам удается культивировать имидж, что значит конструктивное. Да, и качество повышается, соответственно. Да, потому что публика видит по большому счету только качественные инициативы. И следующие авторы уже понимают, ага, качественные инициативы, это значит то, то, то. То, что нам важно, это то, что гражданские инициативы, они конструктивны. Например, вот были несколько инициатив по распуску парламента. Мы не опубликовали ни одну, потому что мы всем авторам, всем авторам этих инициатив спрашивали, пожалуйста, объясните, распустите этот сайм, окей. А какие систематические изменения должны сбыться, чтобы следующий сайм по тем же несуществующим аргументам в вашем тексте, не надо было бы распустить опять. То есть, если каждый сайм распустится, то что именно вы хотите достигнуть? Мне кажется, ход этой петиции настолько предполагаем и глуп, то есть сейм, петиция попадет в сейм о том, чтобы сейм рассматривал собственный распуск. Да, вот с точки зрения ее производства, это изначально... Ну, конечно. Это просто популизм и давка на публику, через публику. Но то, что нам важно, это вот систематичные изменения в своей стране. Например, распуск одного политика, другого политика. Мы не опубликуем, если автор не способен предъявить и представить идеи по систематическим изменениям. Так что, да, это нам важно, чтобы это не одноразовые скандалы, а действительно на улучшение своей страны. Потому что мы считаем, что Латвия должна быть самая лучшая страна для латвийских гражданинов. То есть, чтобы мы здесь себя чувствовали хорошо и чувствовали, что это есть наше место, которое мы способны улучшать и достигнуть действительно изменений. То есть, если вы гражданин Германии или Америки, ваша способность изменить ту страну на самом деле намного меньше, чем ваша способность изменить Латвию. И потому, что Латвия меньше. И на самом деле тоже потому, что Латвия более динамична и политически, скажем так, какие-то рискованные эксперименты и инновации, даже по вопросам на уровне законов. Здесь легче на самом деле сделать. У нас есть хорошие прецеденты, где вот такие эксперименты и рискованные шаги для новой демократии сделать легче. Например, закон, это не через Манабалс, но все-таки закон про Патейсалабум Гувеи, выгодополучателям. В компаниях. То есть, регистр, что государство должно знать, кто на самом деле... Кто он истинный выгодополучатель. Да, выгодополучатель. Вот, да, правильное слово. В компаниях в Великобритании такое дело создать намного труднее. В Латвии это абсолютно получилось. И Латвия сейчас считается флагман абсолютно по прозрачности финансовых вопросов. 6-7-2-12-939, 6-7-2-13-939, подключайтесь к нам, звоните, мы сегодня обсуждаем гражданскую активность. Если вы пользовались в том числе и платформой Манабалс, или у вас есть предложения для обсуждения, которые вы считаете должны, может быть, обсуждаться, быть приняты и повлиять на какие-то законы или изменить их, также звоните и предлагайте. Именно с Браэдекс сегодня у нас в студии. Вот у меня немножко такой философский вопрос по поводу того, когда люди голосуют. Иногда бывает, что они голосуют не отвечая на прямой вопрос. Вот я просто поясню на примере, когда было голосование о Брэкзите, тогда правительство Терезы Мэй выступило с таким образом, что все поддерживают, все на нашей стороне, поэтому, естественно, что наша точка зрения победит. И люди, многие потом признавали, то есть я читал в британских газетах, когда люди говорили, ну, я просто ненавижу, вот я считаю, что я против правительства, поэтому я проголосовал за Брэкзит, но я не хотел, я просто хотел дать понять, что нет, я не с вами. Но таким образом вдруг получилось, что эта часть перевесила, и это вот был просто аргумент. Не всегда люди, может быть, голосуют, но я приведу пример из нашей жизни, когда было голосование по поводу второго государственного языка. Я больше чем уверен, что, ну, не все 100%, может быть, просто для какой-то части населения это был способ сказать, что мы не согласны просто с политикой, интеграционной политикой, которая проводится, и, может быть, люди не считают, что это действительно правда, но это был единственный способ показать, что я не согласен с политикой интеграции, я бы все-таки хотел каких-то изменений в этой сфере. Да, какой вопрос? Вопрос хитрый. Наверения гражданские. Да, всегда ли получается, что отражает голосование по одному вопросу действительно мнение людей? Или иногда бывает, что они просто хотят сказать другое, но просто видят в этом? Конечно, то же самое и в протестах в Франции было, что да, и то, что мы видим, да, с Брекситом ситуация суровая, со всех сторон и бывает и вот эта позиция, что мы против экспертов, они ничего не знают, и позиция, что я буду голосовать против, чтобы показать правительство, что оно неправильно работает и не понимает то, что нам на самом деле нужно. То, что нам важно, чтобы вот такие недослушки между политиков и гражданинами, они уменьшились. Действительно, нам важно, чтобы выслушали и правильно поняли обе стороны, и не только даже обе стороны, а вот индивидуальный человек против правительства, или не против, а versus, так сказать, не конфликт, с точки зрения конфликта, а просто противоречия. Так что нам действительно важно, чтобы, например, гражданские инициативы в Монобаллс, они были прямые, понятные, не такие, да, то есть хаотичные. Мы и parvipred.lv, наша новая платформа, там мы тоже стараемся все время смотреть, понятен ли текст, простой ли текст, потому что, если непонятно, за что ты голосуешь, это уже что-то неправильно. То есть мы не сделали свою домашнюю работу, если ты не понимаешь, про что ты там голосуешь. Так что... Да, руководитель платформы Монобаллс.лв и Мацбрейдекс у нас в гостях, надевайте, пожалуйста, наушники, будем принимать звонки. Доброе утро, мы вас слушаем, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Людмила. Да, пожалуйста. Я бы хотела спросить, вот мы идем к врачу и платим пациентский взнос, а потом сидим в социальной службе, и чтобы нам, обратно это оплатили, нельзя ли это сделать автоматически, сразу? Потому что пенсионеры, бедные ходят и по 10 раз к врачу, и 10 раз в социальную службу. Да, спасибо большое. Ну, это прямо просто с инициативой человека. Да, это человек с инициативой. Ну, нельзя ли так сделать, вы, наверное, не можете ответить, но можно, по крайней мере, задаться вопросом, чтобы об этом задумалось большее число людей. Да, да. Такая идея, я бы был рад, если бы вы ее написали и прислали в manobels.lv, то есть, пожалуйста, приходите в www.manobels.lv и просто пишите ее как гражданскую инициативу, потому что было бы хорошо понять, что на самом деле там происходит. То есть, каждый раз, когда нам автор присылает инициативу, мы соединяем и сами говорим с экспертами, из министерств, Да, мы можем не знать, с вами с какими проблемами пенсионеры сталкиваются, допустим. Абсолютно, да. Но то, что вы говорите, да, может быть, что там действительно реалистично достигнуть какого-то более автоматического решения с точки зрения правительства и государства, что отплатить автоматически какие-то взносы. Да, еще такой момент. Дело в том, что все подписи на портале, собранные на портале manobels.lv считаются только подписи граждан Латвии, да? Да. Я посмотрела опыт других стран, конституцию других стран и, допустим, обнаружила, что Венгрия, она признает право петиции не только за гражданами этой страны, но и за любимым человеком. То есть, если человек фактически задекларирован в Латвии, он здесь живет, у многих вид на жительство, если мы говорим о третьих странах, здесь живут и граждане Европы, ну, других стран, понятное дело, то они тоже могут принимать какое-то влияние, решение, простите, в жизни этой страны, в которой они живут, работают, растят детей, да? Когда-нибудь поступала ли вам вот подобная инициатива, либо учитывать голоса и не граждан, чтобы при рассмотрении в семье передачи, потому что, я думаю, что значительное число этих голосов просто отсеивается, я не знаю, этот процент рубеж, может быть, люди, которые являются не гражданами, продолжают тоже голосовать, но вот с этой точки зрения, если смотреть вопрос активности жителей, да? Да, значит, в Латвии закон такой, что Сайма будет брать внимание только вот гражданские голоса, то есть ты должен быть гражданин Латвии выше 16 лет. Этот закон, конечно, из парламента, и это мы не придумали, но на самом деле, да, такая инициатива, что в гражданских инициативах надо брать голоса не гражданов, не было, такой инициативы не было, так что вы можете прислать ее, но с точки зрения парламента, да, вот это было их решение, как работать или учтять, или не учтить, учитывать голоса не граждан. Но с другой стороны, вот мы говорили же о том, что есть инициативы на уровне самоуправления, и, в принципе, может быть, там, не знаю, там вырубка лесного массива, там, это может быть, ну, как раз инициатива жителей, которые живут, и там, ну, может быть, не граждане, или постоянно жить. Давайте еще звонок примем, да, здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить автора за реализацию и всю его команду, я считаю, проект вообще гениальный, одна из немногих вещей, на то, что можно назвать, окрестить латвийской Нокией, ну, суть, наверное, вы уловили. На самом деле, я даже сам жертвовал дважды, по-моему. Спасибо. А у меня вот, как бы, в общем, такой, хотелось бы, чтобы, ну, вы все-таки попытались на него ответить. Вот, я вам скажу честно, после 2014 года, когда активизировалась вся вот эта вот, ну, я очень прошу прощения, у меня просто такое отдельное эмоциональное отношение к этому, вся вот эта вот местная силовая братва в лице службы национальной безопасности и так далее, когда уже молодые врачи, которые на петицию ходили недавно, пишут открыто в интернете, что те, кто пришел не в гражданском, сотрудники полиции безопасности регистрировали и ставили на учет. То есть, по сути, от того, что в архитиллах ГУАГ описано, не сильно отличается. Вы знаете, вот, не кажется ли вам, что ваш проект немножко обречен, в том плане, что человек десять раз подумает, завешивает ли что-либо, потому что завесив, он дает о себе информацию, он сразу попадет в то, что называется на жаргоне вот этой вот братвы силовой под колпак, под разработку. И вообще, вот активизация вот этих вот служб контроля надо вопросами изместить. Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Я просто даже, может, переформулирую, не может ли случиться так, что тогда на каждого человека, который, ну, голосовал, можно составить досье, посмотреть, по каким инициативам. То есть, получается, его как бы портрет сразу же, где он голосовал, по каким вопросам. Так, базу данных, мы держим базу данных. В секрете? Да, конечно. Это не публично. То есть, единственный момент, где мы выдаем данные АРА. Да, ну, публичные. Да, да, да. Это момент, когда мы даем файл с данными в парламент. То есть, чтобы, ну, парламент знал, сколько голосов, на самом деле, под какую-то идею, то мы действительно даем вот эти данные. И то, что парламент с ними делает, это посылает регистр жителей, чтобы проверить, кто гражданин Латвии выше 16 лет. То, что мы не даем это вот никому другому, то есть, мы не даем эти файлы, эти данные. И на сегодняшний день у нас данные по 280 тысяч уникальных пользователей, которые, даже больше, 285, которые вместе проголосовали 1,4 миллиона раз. Так что, да, база данных большая, но она не публичная, она недоступна ни органам, которые вы называли, ни парламенту, ни прессе, никому. так что защита гражданских прав и защита вашего мнения соблюдается и недоступность ваших персональных данных. То, что мы чувствуем, это то, что гражданское давление работает, гражданское давление, да, мы должны работать, чтобы его все время улучшать, усилять, но мы не чувствуем, что мы должны его уменьшать. Да, вы только что сказали, что упомянули, что монобалс существует в основном за пожертвования, также вы участвуете в грантах, да, и слушатель признался, что делал несколько перечислений. У вас вот с годами число жертвователей, оно возрастает? может быть, какая-то анденция? Да, то есть на сегодняшний день мы можем говорить, что за 8 лет у нас было 54, надо посчитать под последний год, так что я точно не знаю, скажем, 54, 55 тысяч уникальных пожертвователей за 8 лет. То есть это 2,5% жителей, которые что-то пожертвовали на монобалс.л. Как, по-вашему, психологи говорят, что легче голосовать за ответ да, чем за ответ нет? То есть вот формулирую, ну, есть даже целый фильм с Берналем, где выборы в Чили, и там составлен так, Пиночет специально составил так, чтобы психологически было легче ответить да, чем нет, и вот целая компания была, что все-таки вы должны сказать нет этому режиму. Ну, это как-то на самом деле идет вместе с тем, что мы говорим, что гражданская инициатива должна быть проконструктивной, то есть изменить что-то в лучшую сторону. Да, 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 то есть так что это как-то совпадает, но такая цель не была, но да, механизм работает, так как мы хотим, чтобы гражданины работали не на вот разрушение, а это не-не, создаем, это что-то новое и так далее, это все хорошо, но про создание, про конструктивность. Да, наше время сегодняшнего эфира истекло, спасибо большое, что к нам пришли, у нас в гостях сегодня был руководитель платформы Monobals Увейментс Брейдекс. Спасибо.